Сегодняшняя наша лекция будет посвящена флюоресцентной микроскопии. И на этой лекции мы рассмотрим сам по себе феномен флюоресценции. Поговорим о спектрах возбуждения и испускания флорохромов. О свойствах флорохромов, какие свойства нам для микроскопии нужны. Поговорим об устройстве флюоресцентного микроскопа, какие новые элементы у нас с вами добавляются. Какие источники света в основном используются для флюоресцентной микроскопии. Поговорим немножечко о классических флорохромах. Буквально три флорохрома на этом занятии с вами рассмотрим. И поговорим о таких особенностях нашего материала, как автофлюоресценция. А также о таких особенностях флорохрома, как выгорание или фотовоцветание. Если говорить о феномене флюоресценции, то нам, конечно же, нужно начать с того, что этот феномен известен уже сравнительно давно. И нам нужно упомянуть сэра Габриэла Стокса и Фредерика Уильева Хершеля, которые работали очень активно в этом направлении. И если вспомнить про открытие феномена флюоресценции, то появился он при воздействии света, разложенного в спектр, причем части света, которая была невидима невооруженным глазом, то есть ультрафиолет, как мы теперь знаем, на раствор хинина. При этом в растворе хинина наблюдалось такое, как было описано, небесно-голубое свечение. И для этого раствора можно сказать, что есть некий оптимум длины волны возбуждения, в котором этот раствор наиболее хорошо будет возбуждаться и светиться. И испускание этого раствора тоже имеет некий достаточно протяженный участок спектра. Почему этот феномен удалось хорошо увидеть? Да потому что, несмотря на то, что возбуждающего света нам нужно гораздо больше, это ультрафиолетовый свет был, и мы его глазом не могли видеть. А вот уже само по себе испускание, которое происходило в видимом диапазоне спектра, позволило нам этот феномен очень хорошо увидеть. Ну и, соответственно, с открытием этого феномена, естественно, начали изучать, прежде всего, характеристики таких веществ. И было понятно, что есть некий максимум длины волны, при котором это вещество будет хорошо испускать свет. Есть некий максимум длины волны испускания этого вещества. Ну и дальше можем охарактеризовать такой параметр, как сдвиг стокса, расстояние между максимумом возбуждения и максимумом испускания флорохрома. Но давайте сразу посмотрим на молекулы хинина. Что здесь для нас есть интересного? Обратите внимание, практически у всех органических флорохромов будет очень похожая структура. Обязательно будет вот такое вот кольцо с делокализованным электроном. Обязательно будет гетероцикл. И гетероцикл и вот такое вот кольцо будут обязательно связаны жестко. То есть, как минимум, будет либо двойная связь, две двойных связи, либо вот таким образом они будут связаны. То есть, эти две структуры будут жестко закреплены друг относительно друга. Как мы увидим в дальнейшем, это объясняется очень просто. Дело в том, что многие вещества при поглощении фотона эту энергию преобразуют как-то либо в тепло, либо в какие-то свои внутренние процессы. Но опять же, тепло что такое? Это колебательные процессы, это изменение конфигурации молекулы. Ну и, соответственно, таким образом происходит рассеяние. А здесь такая связка жесткая. Поэтому, если первая часть этой молекулы смогла каким-то образом поймать фотон, дальше ей очень сложно избавиться от этой энергии. И таким образом уже вот этот гетероцикл, в принципе, может, достаточно редкое явление, но тем не менее, может испустить фотон света, за счет этого потерять вот эту избыточную энергию. Давайте посмотрим дальше. Дальше возьмем ради примера самый такой классический флорохром, с которого все, в общем-то, начиналось в дальнейшем уже в микроскопии, флюоресциин. На самом деле, очень многие наши гистологические краски будут иметь некую флюоресценцию в любом случае, но для флюоресциина она очень хорошо видна. И более того, флюоресциин может возбуждаться как в ультрафиолетовом свете, что позволяет нам эту флюоресценцию сейчас очень хорошо видеть, потому что сам по себе ультрафиолет на этой камере практически не виден, а вот феномен флюоресценции заметен очень хорошо. У этого флорохрома точно также есть максимум возбуждения, максимум эмиссии или испускания. Но посмотрите на эти спектры. Во-первых, они не линейные, они достаточно широкие. В очень большом диапазоне этот флорохром будет поглощать свет, вернее, возбуждаться для того, чтобы его испустить. Плюс еще большой кусочек есть в ультрафиолете. И точно так же испускание этого флорохрома будет идти на достаточно большой протяженности спектра. Давайте подумаем, почему такое происходит, и разберем механизм этой флюоресценции, используя диаграмму Яблонского. К ней мы чуть дальше перейдем. Но наверняка она у вас была даже в школьном курсе физики. Что означает, что вещество может хорошо поглощать фотон определенной длины волны, то есть определенной энергии. Это значит, что у этого вещества есть несколько устойчивых состояний, которые могут быть использованы для того, чтобы какой-то долокализованный электрон перевести из меньшего энергетического состояния в более высокое энергетическое состояние, то есть изменить его орбитально, например. При этом, кроме вот этих двух состояний, будем называть их основными возбужденными, основным, соответственно, невозбужденным состоянием, у нас появляется еще некоторое количество дополнительных состояний, если вещество нагрето. То есть это так называемые колебательные и ротационные уровни. Ведь согласитесь, если вещество получило фотон, то каким образом ему эту энергию дальше расходовать? Скорее всего, это преобразуется во что? Во движение. Тепловая энергия. И только если эту энергию веществу больше никак не израсходовать, тогда, так как флюоресценция, в общем-то, процесс достаточно долгий, возможно излучение этого фотона. Но излучение возможно тоже, как между нулевыми уровнями, у нас нулевой возбужденный, нулевой основное состояние, так и между вот этими вот дополнительными, созданными за счет теплового движения, за счет ротационных, за счет конформационных изменений под уровней. И получается, что в принципе, для того, чтобы вещество могло получить этот фотон в качестве возбуждения, мы можем его, если оно находится в нулевом невозбужденном состоянии и в нулевом подуровне вибротационном и ротационном, достаточно высокоэнергетическим, например, синим фотоном, перевести вот такое состояние. И действительно, для этой длины волны возможно поглощение. Дальше есть такой набор расстояний, то есть энергии. Такой, такой. Ну и в принципе, если мы посмотрим дальше, мы можем и вот так перенести, правда же? То есть вот набор энергии, который позволяет нам описать в данном случае спектр возбуждения этого вещества. Ну, конечно, нужно оговориться, что тут правильно говорить именно спектр возбуждения. Почему? Да, вещество поглощает, и можно говорить о спектре поглощения, но не всегда это будет приводить к флюоресценции. Вещество может быть спектр поглощения достаточно сложный. А если мы говорим с вами о спектре возбуждения, то это именно тот свет, который будет приводить в итоге к феномену флюоресценции. Сразу же вопрос на сообразительность. А как будет выглядеть спектр этого вещества, если бы у нас была температура абсолютного нуля? У нас будет линейный спектр возбуждения, да, у нас только вот эти два окажутся уровня доступными. И точно так же у нас будет линейный спектр испускания. То есть в итоге, если мы теперь бы нарисовали спектр для абсолютного нуля, вот возбуждение было бы строго на этой длине волны, и вот испускание было бы строго на этой длине волны. Понятно, почему у нас теперь спектры на самом деле для наших органических молекул широкие. Да просто потому, что у нас есть вот эти разрешенные дополнительные хлебательные ротационные подуровни. Если мы их убираем за счет охлаждения, то, собственно говоря, мы с вами можем спектры эти сильно сузить. И, в общем-то, они при этом изменятся. И второй тоже такой интересный момент. Смотрите, у нас спектры возбуждения и испускания перекрываются. То есть у нас вещество теоретически может получить фотон, скажем, где-то вот здесь, например, ну, предположим, да, а испустить где-то, это еще разрешено, вот здесь. Получается, что веществу нужно откуда-то взять энергию, чтобы такое произошло, чтобы закон сохранения энергии у нас не нарушался. Каким образом, по-вашему, это возможно? Откуда эта энергия возьмется? Мы с вами наблюдаем феномен так называемого оптического охлаждения. Когда мы можем за счет того, что эти спектры перекрываются, забрать часть тепловой энергии. Но, конечно, для того, чтобы у нас сохранялся еще один закон физики, да, понятно, что у нас может только все разупорядовчиваться в системе, у нас упорядовчиваться не может, то понятно, что для того, чтобы получить такой эффект, нам нужно очень много такого света подать. Но, если у вас будет, к примеру, опять же, вещество примерно при абсолютном нуле находиться, у него останется, например, только два подуровня. Вот если вы будете подавать вот такую вот ровную энергию, небольшую, на это охлажденное вещество, только в том случае, если есть дополнительный подуровень, этой энергии будет достать, чтобы вещество смогло поглотить этот фотон. В противном случае оно просто поглотить этот фотон не сможет. Но если оно поглотит этот фотон, оно может испустить либо такой же фотон, либо фотон с большей энергией. И за счет этого, как ни странно, при помощи достаточно мощного лазера при определенных условиях мы можем вещество охладить. Вот такой интересный феномен. Для чего все это я говорю? Для того, чтобы было понятно, что широкие спектры обусловлены наличием вот этих подуровней. Чем их больше будет, чем спектр будет шире. И то, что это все возникает только за счет того, что у нас есть температура определенная, есть эти колебательные подуровни. Тем не менее, если помните из физики, то наверняка можете мне сказать, будет ли зависеть у нас теперь уже для флюоресценции спектр эмиссии от того, где мы будем возбуждать наш флуорохром. Здесь, здесь или где-то еще. А если будет, то как? Абсолютно верно. Чем ближе к максимуму, тем у нас будет ярче испускание. Согласен, больше энергии. А будет ли меняться при этом форма вот этого нашего спектра испускания? Учитывая, что у нас все эти уровни остаются. Меняться будет только интенсивность, высота. Но форма при этом нашего испускания будет сохраняться. И второй интересный момент. На самом деле, для того, чтобы молекула поглотила, чтобы она смогла этот фотон воспринять, она должна находиться в определенной ориентации. То есть, если бы у нас все молекулы были бы как-то упорядочены в каком-то слое, в мембране, например, как-то очень упорядоченно закреплены, тогда только свет определенной поляризации мог бы, в принципе, эту молекулу возбудить. А если у нас молекула в растворе воды, как вы думаете, будет ли иметь какое-либо преимущественное направление, излучаемый свет? Нет, не будет абсолютно верно. Да, у нас каждая точка флорисцирует. Если мы с другой стороны посмотрим, точно так же увидим. Это основные понятия, которые нам нужны были для флорисценции. И давайте теперь перейдем к более подробному разбору диаграммы Александра Ябловского, которая указывает теперь уже понятную нам схему с указанием времени, когда происходит каждый процесс. Возбуждение, то есть поглощение фотона, это процесс очень быстрый. Здесь минус 15 секунды, чтобы понять, насколько быстро это происходит. Свет за это время может пробежать в вакууме всего лишь 0,3 микрона, 300 нанометров. То есть поглощение – это процесс очень быстрый. Поэтому, когда мы в дальнейшем будем говорить, например, о двухфотонной микроскопии, когда флорохром необходимо два фотона практически одновременно поймать, понятно, что нам нужно, чтобы это происходило в очень короткий промежуток времени. Но это, скажем так, через 2-3 лекции мы только до этого дойдем. А пока мы только запоминаем, что поглощение – это очень быстрый процесс. А вот со спусканием все несколько более интересно. Во-первых, если мы смогли перебросить наш электрон, опять же, понятно, что это не электрон на одном атоме, это электрон, общий электрон молекулы, поэтому гораздо меньше энергии получаются. И если мы его бросили на еще более высокое энергетическое состояние, наиболее вероятно, молекула сможет релаксировать эту энергию за счет тепла, за счет какой-то внутренней конверсии без излучательной. Это будет очень быстро. 10-14, 10-11 секунды. И только вот на этом нашем участке молекулы, где, помните, у нас есть бензольное кольцо, условно говоря, с делокализованным электроном, и какой-нибудь, пускай там гетероцикл, любой нарисуем, только в этом случае, упав вот это последнее состояние, молекуле ничего не остается, если ей никак больше за счет взаимодействия с другими молекулами, теплового взаимодействия, еще каким-то образом не избавиться от энергии, возможно, сама по себе флюоресценция. И посмотрите, флюоресценция, процесс уже медленный. 10-9, 10-6 секунды. Свет за это же время преодолевает 3 метра в вакууме. 300 нанометров и 3 метра. Понятно, насколько сильно различается. Но есть еще один феномен, который нам будет в основном мешать, и только в одном методе будет нам полезен. Это так называемая замедленная флюоресценция, или переход молекулы в триплетное возбужденное состояние. Как вы помните, электроны не могут у нас, с вами согласно принципу Пауле, занимать одно и то же состояние на одной и той же орбитали. Если у нас есть орбиталь, то один электрон должен быть с одним спином, другой должен быть с другим спином. Другого быть не может. И если у нас при возбуждении оказалось, что электрон пришел на более высокую орбиталь, дальше ему нужно упасть, чтобы произошла сам по себе флюоресценция, но на этой орбитали электрон второй поменял свой спин и стал, например, тоже с таким же спином. Может ли теперь электрон вернуться на свою орбиталь? Конечно же нет. Помните, что у нас есть два типа частиц. Одни, которые могут занимать одно и то же время и пространство, другие не могут. Электроны в данном случае, согласно принципу Пауле, не могут занимать одну и ту же позицию при одних и тех же характеристиках. Соответственно, процессы достаточно редки, но происходят, и электрон вернуться обратно может только, если теперь находящийся на нижней орбитали электрон обратно поменяет свой спин. И понятно, что этот феномен, который будет называться уже фосфоресценцией, очень медленный. Ну, 10 минус 2 секунды. Расстояние в метрах для света можете пересчитать. Это уже очень большое расстояние. И еще один неприятный момент, что на самом деле из этого положения триплетного возможно безозлучательная релаксация. Но очень интересный факт. Если у нас молекула находится в таком состоянии, у нее больше энергии, она не может от нее избавиться. Как вы думаете, что будет происходить с ее способностью к химическим реакциям? Ну, первое, к окислению. Больше. Абсолютно верно. Ну, а теперь представьте, что мы с вами эту молекулу как-то окислили. И у нас здесь что-то еще появилось. У нас с вами, в принципе, может измениться здесь либо электронная плотность, либо может измениться вообще конфигурация молекулы. И она может потерять при этом свое свойство флюоресценции. Вы помните, что флюоресценция – процесс медленный. И, возможно, он только в том случае, если молекула уже никак не избавится в течение 10 в минус 9, 10 в минус 6 секунды, от этой лишней энергии. Если у нее появляется возможность как-то избавиться, никакой флюоресценции мы просто не будем наблюдать. Шанс того, что она произойдет, будет очень маленький. В основном идет тот процесс, который идет быстрее всего. Поэтому, когда мы будем работать с флюоресцентной микроскопией, нам будет желательно не доводить флуорохром до триплетного состояния. Это будет возможно, например, в конфокальной микроскопии, когда мы будем использовать очень большую яркость возбуждающего света. И таким образом, если мы будем постоянно наш флюорохром переводить из состояния, когда он испустил фотон и перешел в основное состояние, потом получил, перешел в возбужденное состояние и постоянно между этими два состояниями туда-сюда ходит, понятно, что если это происходит постоянно, шанс триплетного состояния растет. И рано или поздно такой флюорохром, который постоянно находится в цикле возбуждения и спускания, таки перейдет на триплетное возбужденное состояние. И для нас это будет означать, что мы подаем своим возбуждающий свет, но этот возбуждающий свет некому поймать. У нас флюорохром уже в триплетном состоянии. Соответственно, он не излучает. И только через длительное время, когда ему удалось, не окислившись, никак не изменившись, фосфоресценции от этого лишнего, лишней энергии избавиться, он опять может вернуться в наш цикл, когда он будет поглощать и испускать фотон. Давайте перейдем к параметрам флюорохромов, которые нам точно понадобятся. Понятно, что если мы будем говорить о яркости, то она будет прежде всего зависеть от того, насколько хорошо наш флюорохром может поглотить свет. То есть коэффициент поглощения для нас очень важен. И чем на самом деле лучше флюорохром поглощает, тем, в принципе, у нас должна быть больше и флюоресценция. Но всегда ли это будет лучше? На самом деле, забегая вперед, сразу скажу, что не всегда. Представьте, что у вас есть некий срез, достаточно толстый, и вы хотите его посмотреть целиком. Вы смотрите его при помощи флюоресцентной микроскопии, освещение у нас будет тогда сверху, предположим, что микроскоп прямой, и освещается весь препарат, но за счет того, что очень большой коэффициент поглощения, весь возбуждающий свет у вас поглотила тоненькая пленка вашего препарата сверху. Пускай там будет, не знаю, один микрон. А все, что ниже, просто не получает возбуждающего света, и вы его не увидите. Какой бы метод вы дальше не использовали, например, конфокальную ту же самую микроскопию, понятно, что свету все равно нужно тогда пройти куда-то внутри образца. Он пройти не может. Поэтому то, что касается коэффициента поглощения, конечно, если у вас очень тонкий препарат, чем больше, тем лучше. Но если, например, вы работаете с конфокальной микроскопией, то тут есть некий оптимум, когда коэффициент поглощения достаточно, чтобы все-таки свет мог пройти до самой нижней части вашего препарата, и вы могли оттуда флуоресенцию получить с одной стороны, но с другой стороны, соответственно, вы получали достаточную яркость. Следующий параметр очень важный, зависящий больше от природы самого флуорохрома и от окружающего среды. То, что называется квантным выходом. Соотношение. Сколько фотонов данный флуорохром должен поглотить, чтобы сколько-то фотонов из него в итоге было излучено. Конечно, нам всегда хочется соотношение 1 к 1 или 100%, но такое, в принципе, теоретически возможно с очень небольшим количеством флуорохромов в очень специфических условиях. И то это будет не 100, а приближающееся к этому. И некоторые флуорохромы, которые мы используем, будут иметь квантовую эффективность очень небольшую, например, 18%. Но нам этого может быть, в принципе, достаточно. Почему? Если мы постоянно его возбуждаем, он постоянно испускается, то, в принципе, даже при такой небольшой квантовой эффективности мы можем все равно что-то увидеть. Но если флуорохром не испускает поглощенный свет, куда он будет расходоваться? Либо он будет нагревать наш препарат, что, конечно, не криминально, но не очень хорошо, либо, что как раз плохо, этот флуорохром будет реагировать с окружающими тканями, либо сам будет генерировать свободные радикалы, что, конечно, не очень хорошо для живой клетки, либо за счет их генерации же будет сам еще окисляться. И тогда просто перестанет флуоресцировать. Поэтому, конечно, чем выше квантовый выход, тем нам лучше. Следующее. Сдвиг стокса. Расстояние, напомню, между максимумом возбуждения и максимумом испускания. Конечно, с точки зрения микроскопии, чем дальше у нас будут располагаться эти два пика, тем нам удобнее. Почему? Фильтровать такой свет проще. У нас может не очень хороший фильтр стоять, но, тем не менее, мы все равно тогда возбуждение и испускание сможем разделить. И более того, можем взять несколько флуорохромов, которые будут различаться как раз-таки с двигом стокса. Например, возбуждаться в одной и той же области, но при этом испускать на некотором количестве длины волн. Поэтому, конечно, нам бы хотелось двиг стокса побольше, но если у нас есть, например, с вами хроматическая аберрация, то получается фокус нашего осветителя и фокус того, что мы будем видеть, у нас будет различаться за счет разницы в как раз-таки длине волны. Что, например, для конфокальной микроскопии может быть не очень хорошо. И второй момент, опять же, куда девается вот эта вот энергия. Она опять же будет расходоваться на тепло и, возможно, на большую реакционную способность этой молекулы. То есть тут, как всегда, возникает некий оптимум. Таким образом, большие значения сдвига стокса – это большое количество тепла в ходе операционных изменений, но, возможно, и большая еще реакционная активность молекулы. Низкая квантовая эффективность – это большое количество беззлучательных процессов, приводящих к тому, что мы, во-первых, увидим гораздо меньше яркости, во-вторых, наиболее вероятно у нас вещество либо окислится, либо как-то изменится и просто не станет флюисцировать, либо вообще перейдет в триплетное состояние. Но еще один параметр, который мы никак численно не можем описать, но, в принципе, он очень важен для работы с таким микроскопом – это выцветание, то есть процесс потери флюисцентных свойств флорохромом под воздействием возбуждающего света. Так как мы сказали, что квантовая эффективность у нас, скорее всего, не 100%, у нас есть сдвиг стокса, ну и это время, пока флорохром еще не излучил, он более реакционно способен. Любое воздействие на него, скорее всего, приведет к тому, что он потеряет свои флюисцентные свойства. Однако некоторые флорохромы как раз могут использоваться для фотоокислений. Например, эозин, известная вам гистологическая краска, в принципе, обладает и флюисцентными свойствами, но при этом генерирует очень много свободных радикалов. И мы можем это использовать в некоторых специальных методах, когда нам, например, нужно получить большое количество свободных радикалов именно в том месте, где какая-то окрашенная структура у нас имеется. Итак, по свойствам флорохромов мы с вами обсудили. И чуть дальше мы еще более подробно поговорим о том, как бороться с фотовыцветанием, какие, возможно, способы его преодоления. Ну а теперь мы можем перейти непосредственно к схеме самого флюисцентного микроскопа. Исторически было несколько вариантов устройства флюисцентного микроскопа. Был так называемый микроскоп флюисцентно-темнопольный, когда освещался ваш препарат возбуждающим светом в режиме темного поля, чтобы этот свет не собирался, например, объективом. Но, понятно, при этом потерялась очень сильная числовая апертура. Были варианты освещения прямого через конденсор прямо, но тогда у нас очень мощный возбуждающий свет, и нам нужен очень хороший фильтр, чтобы его заблокировать, что тоже не очень удобно. И самой оптимальной схемой, которая где-то начиная с 60-х годов только применяется и других уже, в общем-то, не использует, это схема так называемой эпи-иллюминации или верхнего освещения, когда мы освещаем наш препарат через тот же самый объектив, через который мы в итоге с вами собираем и изображение препарата. Почему эта схема удобна? Ну, во-первых, помните, когда мы настраивали микроскоп по Келлеру, нам нужно было расстояние от конденсора до препарата и от объектива до препарата зафиксировать. А здесь у нас объектив выступает одновременно и конденсором, и объективом. Более того, если мы теперь, например, добавим сюда иммерсию, у нас вся эта система станет иммерсионной. Мы сможем и освещать гораздо большим количеством света с большей числовой апертурой, и собирать свет с большим количеством, опять же, лучей с большей числовой апертурой, что будет достаточно хорошо. Ну, у нас возникает вопрос о том, как разделить свет, который мы используем для возбуждения, со светом, который мы получаем в результате флуоресценции на нашем препарате. И для этого нам нужно вспомнить немножечко о светофильтрах. Помните, мы с вами говорили о инфлюорционных светофильтрах. Я чуть-чуть забегу вперед на несколько слайдов. У нас были светофильтры, которые не поглощали свет, а отражали. То есть это светофильтр, который сделан из нескольких тонких пленок, находящихся на расстоянии около половины длины волны, которую он должен блокировать или пропускать. Пример такого явления вы можете наблюдать, например, на лужах, если на них есть капля масла. На мыльных пузырях много где. И получается, что свет за счет многократной интерференции на этих тонких пленках, если его длина волны подходит под это расстояние, может проходить через такую пленку, а свет, длина волны которого под эти расстояния не подходит, будет этой пленке просто отражаться. Получается, что такой светофильтр мы можем использовать как зеркало. Предположим, что мы на этот светофильтр вот под таким углом будем подавать свет какой-то пленой длины волны. И эта длина волны будет подходить для того, чтобы этот фильтр ее отражал. Понятно, что в данном случае все просто. А теперь возьмем какой-нибудь свет с другой длиной волны. Более короткой или более длинной. Давайте сделаем более короткую для того, чтобы было понятно, как работает наш микроскоп. Я взял красный цвет. Ну, будет немножко неправильно. Если длина волны подходит, то этот свет пройдет через это дихроичное зеркало, мы этот фильтр теперь так можем назвать, насквозь. То есть мы получили с вами структуру, которая для волн одной длины волны будет являться зеркалом, для волн других длин волн будет являться просто прозрачным стеклышком и проходить такое стекло насквозь, в общем-то, без каких-либо моментов. То есть мы можем, получается, просто этот светофильтр поставить под каким-то углом и использовать для деления по длине волны кучка света. Возвращаемся к схеме нашего микроскопа и смотрим на три светофильтра, которые чаще всего в таком микроскопе всегда присутствуют. Вот наше дихроичное зеркало. Та самая система, которая позволяет нам коротковолновый свет, синий в данном случае, отразить на препарат. И на препарате этот свет, дойдя, будет вызывать флуоресцинцию на нашем флорохроме. Дальше, давайте сделаем цвет, пускай будет, например, зеленый, чтобы это был флуоресцин. У нас образуется какое-то количество света от нашего флорохрома, но посмотрите. На препарате свет возбуждающий очень ярко рассеивается. И некоторая часть этого света будет от препарата отражаться. И нам теперь нужно разделить свет, который образовался за счет отражения от препарата или рассеяния на нем, от света, который образовался в нашем препарате за счет флуоресценции. И это мы можем сделать по длине волны. Если помните, для всех стандартных флуоресцинтных красок, так как есть двиг стокса, то есть и правило стокса, что длина волны излучения флорохрома всегда будет больше, то есть энергия будет короче, чем длина волны возбуждающего света. Чуть дальше, забегая вперед, скажу, что есть еще так называемые антистоксовские красители. Мы их немножко упомянем через несколько лекций. Но пока мы говорим только о классических стоксовских красителях флорохромных, которые подчиняются этому правилу, что длина возбуждения у нас всегда короче, чем длина испускания этого флорохрома. И, соответственно, у нас будет испускать тогда в зеленом цвете. Данное дихроичное зеркало, будем считать, что синий свет отражает, зеленый пропускает. И, в принципе, мы можем уже глазом увидеть изображение препарата. Какие здесь подвохи? Понятно, что ни один фильтр не бывает 100% эффективным. И поэтому, если у нас возбуждающий свет очень яркий, а флюисценция очень тусклая, возможно, некоторая часть возбуждающего света через первый фильтр, через дихроичное зеркало пройдет. И мы можем, в принципе, улучшить эту ситуацию, добавив сюда еще так называемый барьерный или запирающий, или, если хотите, фильтр испускания, который позволит нам, условно говоря, дочистить получившийся свет, полностью уже убрав, насколько это возможно, свет возбуждающий, и оставив нам только наше зеленое свечение от нашего флюоресцина, которое позволит нам увидеть наш препарат на черном фоне. Еще одна проблема, которая у нас осталась. Большинство источников света, которые мы с вами используем в флюоресцентной микроскопии, имеют достаточно широкий спектр испускания. И нам бы хотелось из всего этого спектра вырезать только те длины волн, которые подходят для возбуждения флуорохрома. Во-первых, чтобы уменьшить фототоксичность, если работаем с живыми образцами. Во-вторых, чтобы нам легче было фильтровать свет, чтобы, не дай бог, какое-то количество зеленого света у нас не попало на препарат и просто от него не отразилось. Поэтому для большинства синоновых, ртутных, металлогаллигенидных ламп в составе микроскопа будет еще один фильтр, фильтр возбуждающего света, который из всего спектра лампы будет вырезать только ту небольшую часть спектра, которая нам необходима. Если вы посмотрите на эту схему, вы увидите, что объектив, как мы уже говорили, у нас выполняет две функции. Для света возбуждающего он у нас является конденсором, для света флюоресценции, спускания, у нас является объективом. Но один интересный момент, вопрос на сообразительность с большой подковыркой. У нас здесь также есть полевая диафрагма, которая будет менять именно размер пятна света на препарате. Все понятно. У нас есть апертурная диафрагма, которая будет менять только угол лучей света, который мы с вами освещаем. Но как вы думаете, будет ли в данном случае вот эта наша апертурная диафрагма влиять на разрешение нашего флюоресцентного микроскопа? Или не будет? И почему? Помните, почему в проходящем свете у нас разрешение при уменьшении апертурной диафрагмы уменьшалось? Мы собирали не все порядки лучей, правильно? А здесь будет ли у нас зависимость от угла, под которым мы освещаем наш объект, положим, вот мы освещаем вообще только под одним углом, от того, как наш объект будет в итоге испускать свет. Давайте я сейчас, предположим, для нашего флюоресцина возьму зеленый цвет и нарисую. У нас в растворе флуорохром, но мы считаем, что у нас на препарате все-таки он не жестко зафиксирован, и он, помните, будет испускать во все стороны. Таким образом, будет ли у нас с вами зависеть, кто в какие стороны будет испускать наш флуорохром, от того, с какой стороны мы его освещаем? Не будет. А в связи с этим, будет ли зависеть тогда количество вот этих лучей, которые мы соберем от угла падения, опять же, вот этого нашего света возбуждающего? Не будет. Значит, будет ли у нас разрешение в нашем флюоресцентном микроскопе зависеть от апертурной диафрагмы осветителя? Не будет. Вот. Но что будет зависеть? Количество света будет зависеть? Яркость. Будет зависеть яркость освобуждающего света, правильно? И мы с вами говорили, что ртутные лампы, например, мы не можем с вами регулировать по яркости. Они либо включены, либо выключены. И нам для их регуляции нужно ставить нейтральные светофильтры где-то здесь в пути. Либо еще немножечко подрегулировать яркость. Мы можем вот этой апертурной диафрагмой осветителя, если она у вас в микроскопе есть. Прикрывая ее, вы не будете никоим образом во флюоресцентном, эпифлюоресцентном режиме влиять на разрешение, но будете влиять на яркость возбуждающего света. Говоря о вот такой комбинации из трех светофильтров и конкретно о дихроичном зеркале, конечно, нужно упомянуть нашего соотечественника, который первый предложил использовать вообще в флюоресцентной микроскопии дихроичные зеркала. Евгений Михайлович Брумберг. Можно в Википедии посмотреть его страничку. И вот как выглядят вот эти самые дихроичные зеркальца. Как видите, как мыльные пузыри, а не какую-то длину волны. В данном случае желтый, золотистый свет отражают, синий пропускают, зеленый отражают, красный, маженто пропускают, фиолетовый отражают, желтый пропускают. И поставив их под определенным углом, можно добиться как раз деления на две частоты. У нас есть, пускай будет ртутная, например, лампа в нашем микроскопе, которая дает широкий спектр, плюс, если помните, у нее есть пики в ее спектре. У нас есть фильтр возбуждающего света, который из всего спектра лампы вырежет только те длины волн, которые нам необходимы для возбуждения нашего флорохрома. Здесь оси перевернуты, здесь у нас пускай будет, например, 400 нанометров, здесь у нас пускай будет 800 нанометров. Это спектр возбуждения, пускай это будет опять же то же самое флюоресцин. Затевоцианат. И посмотрите, вот эти длины волн в идеале подходит для его возбуждения, в самом максимуме мы его возбуждаем. Дальше. У нас наш флорохром светится, и все длины волн, которые оказываются длиннее, чем частота среза дихроичного зеркала, пройдут через него насквозь, как через прозрачное стеклышко. Но у нас здесь может быть какой-то еще один флорохром лишний, например, какая-то автофлюоресценция, которая нам может мешать. Плюс, опять же, дихроичное зеркало может немножко не очистить вот этого света. Поэтому нам понадобится еще один так называемый барьерный, или запирающий, или фильтр распускания, все правильно, который вырежет через этого спектра только небольшую часть, приходящуюся на, например, максимум нашего флорохрома. И понятно, что в данном случае мы увидим очень контрастную картинку. Вот такой кубик, у которого барьерный фильтр вырезает полосу, будет называться селективным кубиком. Потому что он, именно этот флорохром, позволяет нам хорошо увидеть. В чем его селективность заключается? Предположим, что у нас есть еще один флорохром, который так и возбуждается, но светится в красном. Посмотрите, мы его этим кубиком отрежем. И вот здесь возникает уже с точки зрения микроскопии такой интересный момент. В принципе, можем использовать кубик с фильтром, который будет пропускать все длинные волн, начиная от частоты среза нашего дихроика и дальше. То есть вот весь этот набор. Это будет так называемый неселективный кубик. И у нас может быть кубик, в котором барьерный фильтр позволяет пропустить только полосу. Так называемый селективный кубик. Чаще всего на микроскопе при его покупке покупают и такой, и такой набор кубиков под разные флорохромы. Почему? Предположим, что у вас на вашем препарате есть какая-то автофлюоресценция, вот такая широкая, и она заходит в эту зону. Теперь вопрос. Увидите ли вы ее совместно с вашим целевым флорохромом на селективном кубике? Проходит эта часть, правильно? Но сможете ли вы на глаз отличить эту флюоресценцию от вашей целевой флюоресценции, если кубик будет пропускать только один цвет, зеленый, например, в данном случае? Нет. Правильно. И не сможете их различить. То есть на глаз селективным кубиком вы, конечно, очень контрастно увидите ваш флорохром, но вы не сможете сказать, а это он светится или что-то кусочком на него залезает. С другой стороны, теперь давайте возьмем кубик вот такого плана, где у нас все длинные волн, начиная от вот этого, условно говоря, начально зеленого до, скажем, красного, собирается. Увидите вы теперь и ваш целевой флорохром, и вот эту автофлюоресценцию. Вы видите. А сможете ли ее теперь различить? Разный цвет. Мы на глаз, опять же, длины волн не можем увидеть, но цвет для нас будет разный. И можем увидеть, что какие-то части препарата у нас, например, владают вот такой громадной автофлюоресценцией. Она там розовая, красная, желтая. А вот наш флорохром зелененький там только в каких-то частях. Поэтому обычно, если есть возможность покупать два типа кубиков, покупают под каждый флорохром, опять же, не всегда это возможно, все-таки два типа кубик. На селективном кубике удобно снимать. Вы видите, в основном ваш флорохром и отрезаете большую часть вот этой вот ненужной вам флоресценции. Но, если вы смотрите глазом и хотите посмотреть, насколько ваш препарат вообще отражает правду, может быть полезен кубик неселективный, потому что за счет разных цветов вы сможете увидеть это. Ну и еще в некоторых случаях вы можете использовать флорохромы, которые возбуждаются одной и той же длинной волны, но имеют разный сдвиг стокса. И тогда вы на одном кубике сможете неселективным эти два цвета увидеть. На самом деле, еще нужно упомянуть одного человека, Джона Себастьяна Плоэма, который первым предложил теперь все эти три элемента оптических объединить. И название флюисцентный кубик, случайно пророненный им, теперь используется как такое жаргонное понятие флюисцентный куб, которое, в принципе, даже в статьях используется. Конечно, нужно называть это набором светофильтров и так далее, но жаргонно это уже теперь действительно оформлено даже механически в виде кубика. Видите, светофильтр возбуждающего света, светофильтр испускания, дихроичное зеркало. И получается, что под каждый флорохром вы можете подобрать кубик, где вот эти три элемента уже подобраны таким образом, чтобы и хорошо возбудить ваш флорохром, и хорошо пропустить свет от вашего флорохрома, опять же, селективно или не селективно, в зависимости от кубика, на камеру, глаз или какую-то систему регистрации. Осветители, применяющиеся в флюисцентной микроскопии. На первой лекции мы их подробно с вами разбирали, я лишь остановлюсь на особенностях, которые нам важны. Первая особенность заключается в том, что у ламп ртутных очень много в ультрафиолете света, большой пик. Плюс у них есть пики, и если у нас, например, есть какой-то флорохром, который под эти пики подходит, понятно, что мы его сможем гораздо лучше возбудить. Здесь на порядок больше яркость света. То есть, если мы, скажем, возьмем какой-то флорохром, который будет возбуждаться вот здесь, и флорохром, который будет возбуждаться вот здесь, небольшая разница, там 20 нанометров всего, то количество света, которое мы можем для небольшой полосы взять здесь и здесь, будет различаться в 10 раз. Второй тип ламп, ксеноновая лампа. Опять же, в ультрафиолете есть значительная часть, которую неплохо бы отрезать, хотя не такая безобразная, как в лампах ртутных. Очень ровный спектр, один пик, 488, но он очень слабенький, в принципе, можно считать, что его и нету. И здесь закрыта картинка, но громадный пик в инфракрасной части спектра, который нам нужно, конечно же, блокировать. Плюс, из этой картинки становится понятно, почему мы не используем с вами галогеновые лампы. Яркость очень маленькая. Но, нужно упомянуть, что сейчас для флуоресценции все чаще используются светодиоды, из-за того, что у них очень удобный для флуоресценции спектр. Я нарисую примерный спектр светодиода цианового, 496 нанометров. Идеальный как раз набор длин волн для того, чтобы возбуждать флуоресцен. Алиаксу 488 и похожие красители. И обратите внимание, у светодиода очень узкий спектр, то есть нам, в принципе, не так сильно нужно его блокировать. У него очень большая мощность, сопоставимая как минимум ксеноновой лампой. Ну, а если мы вспомним, что они дешевые, не содержат в себе ртути и много других плюсов, понятно, что, конечно, светодиодные осветители рано или поздно будут заменять все больше и больше наши ртутные, старые или металлоголидные лампы. То, что нужно на счет ламп обязательно напомнить. Для всех газоразрядных ламп ртутных и ксеноновых правило 40 минут. Включили лампу, дайте ей 40 минут поработать. Выключили, дайте ей 40 минут остыть. Это и для новых, и для старых ламп абсолютно точно важно. И последнее, что нужно подчеркнуть еще раз, посмотрите, на вот этой коробке, где находится лампа, есть счетчик часов, сколько часов эта лампа проработала. Она не погаснет после того, как, скажем, она превысит свой срок службы, предположим, в 1500 часов. Но, если эта лампа ртутная, она может взорваться, а если эта лампа металлоголидная, она может вывести из строя блок питания, который ее, в общем-то, обслуживает и включает. Поэтому, конечно, эти лампы, если вы будете с ними работать, нуждаются в регулярной замене. Даже если они совершенно нормально дальше работают. Поговорили мы с вами об источниках света. Немножко еще напомню про название применяемых светофильтров. Нам это с вами понадобится. Я буду использовать английскую кальку, потому что мне она кажется более понятной. Это фильтр, который пропускает высокие частоты. high-pass фильтр. Это фильтр, который блокирует высокие частоты. Low-pass фильтр, то есть низкие частоты проходят. Ну и, как видите, дихроичное зеркало это просто фильтр, поставленный под 45 градусов. Кроме этого, ничто не мешает нам сделать полосовой фильтр. Давайте мы на этот низкочастотный фильтр наложим высокочастотный фильтр, например, вот с такой характеристикой. И понятно, что только эти длинные волн в итоге могут пройти через такой светофильтр. Мы с вами получили так называемый полосовой светофильтр. И для возбуждения у нас как раз полосовые светофильтры используются. Как видите, он вырезает только определенную полоску. Кстати, вопрос, если на этом графике у нас представлены светофильтр возбуждения и блокирующий светофильтр, является ли такой кубик, как представлено на данной картинке, селективным или не селективным? Получается, что он на самом деле не специфичный, потому что посмотрите, он от частоты среза дихроичного зеркала и дальше весь видимый свет до 800 нм пропускает. Если бы мы захотели здесь взять какой-нибудь светофильтр уже селективный, мы бы взяли где-то вот такую характеристику, чтобы он вырезал только зеленый свет, например, для нашего флюоресцина. Давайте еще раз на это же посмотрим. С точки зрения уже спектров. Спектр осветителя, предположим, что это у нас ртутная лампа. Фильтр возбуждения, вот его характеристика, вырезает из этого спектра только какой-то небольшой набор длинн волн, который нам подходит. Предположим, после фильтра возбуждения мы с вами имеем вот такую характеристику. Здесь по этой оси у нас везде будет интенсивность, в неких условных единицах здесь длина волны. Теперь у нас этот фильтр возбуждения свет направил на объект. И на объекте у нас есть некоторое количество света, которое от него отразилось, той же самой длины волны, некоторое количество света от первого флуорохрома, некоторое количество света от автофлюисценции либо от второго флуорохрома, предположим. После дихроичного зеркала, как видите, дихроичное зеркало почти полностью убрало у нас свет от осветителя. И у нас видны очень хорошо только наши два флорохрома но нам бы неплохо было бы вот этот цвет окончательно убрать ну и может быть взять селективный фильтр чтобы убрать цвета второго флорохрома берем с вами селективный кубик который имеет вот такие вот рамки для пропускания и в итоге видим только спектр распускания нашего флорохрома как видите нам повезло у нас не перекрывается полностью спектр второго флорохрома с ним все мы с вами теперь можем с таким микроскопом работать и давайте посмотрим на спектры четырех ну скажем так классических флорохромов конечно они уже сильно устарели и ими сейчас пользуются очень редко есть уже их аналоги тем не менее дапи используется как специфическая краска которая окрашивает двунитевую днк и как видите возбуждается в ближнем ультрафиолете и спускает в синим цвете что очень хорошо флюоресцин который можно неоднократно сегодня рассматривали 496 у него максимум возбуждения ну и где-то 508 наверное максимум испускания в зависимости от ph в зависимости от условий и третий флорохром красный можно было бы взять какой-нибудь тетраметилрадамин ну я возьму более подходящий флорохром более все таки современный 90-х годов выпуска техасский красный который возбуждается в желто красном свете и спускает в красном свете посмотрите все эти три флорохрома можно использовать на одном препарате совместно и в зависимости от того какой кубик вы возьмете какой свет вы будете использовать для возбуждения и какую часть спектра будете для испускания пропускать вы можете теперь на одном препарате каждый из этих трех флорохромов увидите отдельно теперь будете возбуждать в ультрафиолете у вас будет очень хорошо возбуждаться дапе немножечко будет возбуждаться флюоресцин и в принципе не будет возбуждаться техасский красный но если вы теперь будете наблюдать спектр испускания около 480 на 1 нанометров смотрите флюоресцин в этой зоне не испускает мы его не увидим дапе испускает увидим прекрасно техасский красный не испускает не увидим точно также можем подобрать светофильтр чтобы увидеть только флюоресцин или только техасский красный ну и давайте посмотрим такую типичную картинку которую можно получить здесь конечно другие флорохромы здесь алекса 488 зелененькая для тубулинов извините актин актинов здесь метатрекер красный аналог сульфродамина это митохондрия ну и соответственно дапе синие это ядро чем отличается картинка флюоресцентного метода чем она хороша во первых посмотрите у нас фон с вами черный максимальная контрастность второе мы с вами можем несколько меток а в данном случае у нас три метки на этом препарате сделаны наблюдать абсолютно независимо они нам не будут мешать каждая метка будет наблюдать в своем канале следующее на флюоресцентной микроскопии удобно работать с живыми объектами в принципе мы можем использовать еще небольшое количество флуорохрома в отличие от например проходящего света и ну фототоксичность будет меньше чем если мы просто покрасили бы клетки чем-то прижизненную к тому же понятно что краситель для клеток сам по себе если бы это был бы не флюоресцентный краситель в очень маленькой концентрации а что-нибудь в большой концентрации было бы не очень хорошо ну и последнее практически все современные методы исследования сверх разрешения конфокальная микроскопия двухфотонная микроскопия назовите любой современный метод он будет базироваться именно на флюоресценции и дальше к нему будут уже какие-то дополнительные особенности подключены поэтому давайте рассмотрим каждую из при каждой из преимуществ флюоресцентного метода отдельно контрастность напомню формула контрастности для микроскопии мы будем брать вот такую контрастность можно несколькими способами описать но мы берем такое и конечно же на черном фоне даже не очень яркий объект выглядит наиболее контрастно фон черный объекты контрастные хорошо видим мы с вами говорили что мы можем несколько флуорохромов увидеть на препарате независимо посмотрите есть картинка где все три изображения при помощи псевдо цветов сложены и нам кажется что здесь цветов больше чем три давайте посмотрим отдельно на каждый канал перекрываются ли они есть ли у нас с вами изображение например дапе на изображение калеретинина либо мап-2 ну на мап-2 кажется потому что на самом деле просто в цитоплазме есть этот белок в клетках в нейрональных поэтому окрашивается клетка целиком а в случае дапе у нас окрашивается только ядро на самом деле для этих веществ были подобраны флуорохромы соответствующие таким образом чтобы не было взаимного перекрытия каналов чтобы каждый из них было видно отдельно то есть если бы я например не покрасил препарат флуорохромом которым я позволял бы увидеть мап-2 в этом канале я бы ничего не увидел клетин если бы не покрасил ничего бы не увидел дапе если бы не покрасил ничего бы не увидел всегда делаются контрольные препараты где краски эти по отдельности используют чтобы проверить насколько у вас выражено взаимное проявление каналов если вот такой артефакт здесь он стопроцентно абсолютно отсутствует ну и говоря о флуоресценции нельзя не упомянуть кроме ее очевидных преимуществ ее недостатки и первый недостаток с которым обязательно встретитесь это фотовыцветание флуорохрома изображение на котором метатрекер красный метахондрии покрашены зеленым покрашена цитоскелет клетки а вот синий здесь используется не дапе а специальный флуицентный белок который называется синий флуицентный белок это один из самых нестойких флуорохромов которые разрушаются очень 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 быстро и разница между вот этими кадрами если мне не изменяет память это с сайта никона взята картинка по моему четверть секунды как видите синий флуицентный белок меньше чем за секунду у нас полностью выцвел его не стало то что касается цитоскелета ну процентов где-то наверное на 30 у нас на последней картинке стал меньше но не криминально а вот то что касается метатрекера ну не сильно под сел хотя на самом деле метатрекер не самая стабильная краска тем не менее то есть получается что мало того что это фото воцветание есть оно еще очень сильно зависит от многих условий во первых от яркости света чем ярче чем быстрее будет воцветать во вторых от времени чем дольше будем светить тем дольше будет воцветать в третьих от самой природы флуорохрома как видите синий флуицентный белок выцветает первым остальные выцветают тоже но хуже ну и от количества первосвободного кислорода если у нас будет препарат таки кислорода не будет свободных радикалов генерировать особо не получится с чем тогда взаимодействовать нашему флуорохрому даже если он более реакционно активен уже сложнее то есть есть много параметров которые могут влиять на фото воцветание ну и еще конечно же температура говоря о природе флуорохромов я не зря взял синий флуицентный белок потому что он имеет очень небольшую ну скажем так очень небольшое время которое можно наблюдать если его можно видеть хорошо глазом ярко будем считать что нам для этого нужно где-то 10 в четвертой фотонов в течение секунды чтобы испускал то уже за секунду он у нас сильно выцветит следующий класс флуорохромов это такие классические органические флуорохромы например флуоресциин здесь чтобы он выцвел нам уже 10 секунд на него смотреть при таком же свете какой-нибудь современный флуорохром второго поколения или даже третьего поколения можем взять ну вот алекс второе поколение очень хороший флуорохром 488 здесь уже порядка 80 секунд мы же можем смотреть на наш препарат при этих же условиях и в принципе получать от него достаточное количество света и квантовые точки их к сожалению нельзя назвать флуорохромами это устройство полупроводниковое они будут давать уже достаточно большое количество фотонов то есть ну несколько часов можно смотреть без какого-то сильного фотовыцветания к сожалению квантовые точки имеют некоторое количество недостатков поэтому при всех их плюсах относительно мало фотовыцветания они не очень активно используются но опять же если вам нужно чтобы фотовыцветание было минимальным их можно использовать вопрос на засыпку как вы думаете с каким объективом нам будет лучше смотреть на препараты какой объектив нам даст более яркую картинку и меньше будет повреждать препараты с большой числовой апертурой или с малой предположим возьмем объектив одного числовой апертуры будет скажем 0,4 у другого скажем давайте возьмем 0,8 в два раза больше как вы думаете какой объектив нам лучше взять для флуороцентной микроскопии чтобы картинка была ярче а выцветание было меньше меньше света возбуждающего пропускает но чтобы получить такую же яркость картинки нам этого света нужно гораздо больше правда предположим что мы с обоих этих объективов хотим получить одинаковую яркость картинки и смотрим насколько быстро препарат будет выгорать если мы будем говорить о яркости то она примерно пропорциональна числовой апертуре аж в четвертой степени на увеличение ну к сожалению в квадрате и понятно из этой формулы если мы будем говорить о яркости если у нас числовая апертура в два раза больше сколько больше у нас с вами яркость становится то есть мы с вами можем для того чтобы получить такую же яркость уменьшать возбуждающий свет его будет меньше мы будем собирать нашего флуорохрома гораздо больше волн помните у нас флуорохром во все стороны светится и если мы собираем только небольшую часть лучей остальные лучи просто теряются но флуорохром при этом выгорает и чтобы получить теперь большую яркость нам нужно все больше и больше и больше возбуждающего света теперь возьмем объектив у которого числовая апертура большая который может собрать свет под большими углами от нашего флуорохрома можем освещать его так же или меньше а света мы от него соберем гораздо больше поэтому конечно в коэффициентной микроскопии есть такая гонка за числовую апертуру особенность работать с живыми объектами чтобы светить на них возбуждающим светом поменьше фототоксичность была поменьше а сигнала получить побольше тем не менее если мы теперь работаем с вами с фиксированными препаратами ну так же с некоторыми живыми мы можем использовать некие дополнительные вещества для того чтобы поцветание стало меньше сразу же скажу такую вещь что в принципе лучше использовать флуорохром более стабильно чем использовать любой из этих веществ например если у вас в лаборатории вдруг завалялся флюоресцин который до сих пор еще есть он очень быстро выцветает то вы конечно можете улучшить его фотовыцветание используя кучу разной канцерогенной ядовитой не очень канцерогенной не очень ядовитой но не очень хороший не очень плохой но плохо работающей и так далее химии просто взяв флуорохром типа алекс 488 и получить то же самое без всяких изощрений и более того не иметь всяких сложностей с ph с хранением этих препаратов однако в любом случае я должен немножко рассказать о веществах которые могут уменьшать фотовыцветание флуорохрома и прежде всего это поэфилендиамин он очень токсичен он сам по себе по цветам кричневеет фото разлагается но он достаточно хорошо предотвращает фотовыцветание флуоресцина ну чуть в худшем случае техасского красного и других флуорохромов готовить его нужно на буфере с ph щелочным больше 8 обязательно в концентрации 1 мг на миллилитр и этот раствор не хранится то есть это буквально сразу препараты заключили посмотрели выбросили не рекомендую использовать потому что несмотря на что он очень хорошо предохраняет от фотовыцветания цирогенен ядовитен ядовит и другие проблемы n-пропил галат к счастью не токсичен ну условно фотостабилен дешев можно очень быстро приготовить более того можно себе сделать раствор и хранить его совершенно спокойно в холодильнике до скончания века но как я уже говорил он менее сильно предотвращает фотовыцветания тапка можно использовать в некоторых случаях даже с живыми объектами но он еще меньше предотвращает фотовыцветания флуорохромов для живых организмов можно использовать то же самое что мы используем для уменьшения свободных радикалов от ультрафиолетов аскорбиновая кислота сукцинат ну опять же с кислыми понятно не всегда хорошо с клетками ну вот есть еще такой троликс производная витамина е тоже антиоксидант его можно использовать достаточно неплохо если будете пользоваться флуороцентной микроскопией наверняка вам будут фирмам предлагать целую кучу всяких сред для заключения ваших фиксированных препаратов безумно дорогих открою страшную тайну если вы посмотрите на рецепты этих сред скорее всего это очень хороший глицерин либо глицерин с какими добавками чтобы он мог затвердеть и что-то из перечисленных веществ либо их комбинация поэтому в принципе вы можете если понадобится приготовить то же самое и сами во первых во вторых можно просто взять флуорохрома которым нету необходимости использовать большого количества всяких веществ фотовыцветания а если вы еще возьмете микроскоп с объективом с высокочисловой апертурой высокочувствительную камеру будете хранить ваши препараты в темноте и в холодильнике проклеите их например лаком для ногтей по кругу ну в общем во многих случаях вам эти дорогущие реактивы не понадобятся важное замечание не все флуорохромы и вещества для предотвращения высветания совместимы некоторые из флуорохромов при добавлении этих веществ наоборот перестанут светиться это только в статьях можно посмотреть есть некоторые комбинации уже известные но если берете какой-то новый флуорохром имейте ввиду что возможно такая неприятная ситуация ну и для того чтобы можно было предотвратить лишнее фотовыцветание я дал бы вам рекомендации по хранению препаратов во-первых конечно же температура на это влияет и поэтому препараты хорошо бы хранить в плюс 4 градусов в холодильнике в темноте до того как вы их смотрите конечно желательно препараты посмотреть ну не через 2-4-5 лет а в течение там не знаю недели месяца потому что флуоресенция естественно будет становится все хуже и хуже хотя у меня есть препараты которым уже 5 лет но еще до сих пор достаточно хорошо работают чтобы не происходило выгорание флуорохрома вы можете уменьшить содержание кислорода герметизировать ваши препараты при помощи например простого лака для ногтей лак для ногтей вам две вещи сразу сделать во-первых он зафиксирует вам покровное стекло так что у вас оно не будет двигаться во-вторых через него не будет проникать кислород и дальше когда вы будете смотреть ваш препарат кислород естественно будет расходоваться на генерацию обыдных радикалов но нового кислорода добавляться уже не будет в случае если вы работаете с живыми объектами и лак для ногтей содержащий либо ацетон либо ацетальдегид либо еще какое-нибудь безобразие конечно же тогда можно использовать смесь из парафина аналина и вазелина один к одному к одному такая получается вязкая достаточно паста и можно ваш живой препарат точно так же по краю промазать что во-первых зафиксирует вам ваше покровное стеклышко ну а во-вторых тоже будет препятствовать попаданию туда кислорода второй недостаток флюицентной микроскопии которая конечно смотря как посмотреть может являться и достоинством это то что некоторые из встречающихся у нас в норме в наших препаратах веществ сами по себе обладают флюоресценцией это так называемая автофлюоресценция с биохимией наверняка помните что вы можете посмотреть померить концентрацию белков или пептидов в ультрафиолете будет синее свечение и в принципе можете просто при помощи спектрофотометра дальше оценить сколько у вас сперр белка так что да действительно но к счастью это дальний ультрафиолет который в обычной микроскопии нас не очень волнует вещества типа рибофлавина надфашек катахоламинов возбуждаются уже в ближнем ультрафиолете даже в синем свете светится синим или желтым хитин помните хитин не только у насекомых он есть еще и у грибов желтое свечение возбуждается в ультрафиолете куда ни деться хлорофилл очень ярко светится возбуждается в синем и красном светится красным если работаете с растениями ну это такая значимая проблема если работаете с мозгом липофусциин белки липиды вместе образуют некий комплекс пока еще не совсем понятно что это такое и вот этот вот флуорохром который невозможно вообще ничем погасить он светится всегда везде в старом особенном материале если мозг уже достаточно старый возбуждается в синем и ближнем ультрафиолете светится в желто-зеленом свете в общем мешает очень сильно многие мертвые клетки когда начинают разрушаться различные группы содержащие фенолы содержащие альдегидные группы мембраны клеток могут целлюлоза очень хорошо светится и так далее то есть как видите перечень веществ далеко не полный который здесь представлен позволяет вам говорить о том что очень много из содержащихся наших клетках может саму по себе флуоресцировать и последняя неприятность фиксация формалини которая для нас ну для биологов такой золотой стандарт если вы работаете с фиксированными препаратами приводит к образованию свободных альдегидных групп а если мы посмотрим сюда альдегиды у нас замечательно автофлуоресцируют поэтому в случае фиксации формалини у вас будет так называемая индуцированная автофлуоресценция или приобретенная автофлуоресценция то есть ваш препарат сам по себе начнет теперь флуоресцировать если вам категорически нужно этого избежать можно использовать какой-то другой фиксатор например можно использовать ацетон с метанолом атофлуоресценции будет очень немного ну понятно что ацетон плюс метанол но это что это мы на слои клеток можно посмотреть и то будет не очень хорошая фиксация препарат целиком в ацетон метаноле фиксировать наверное ну не очень хорошо в ацетоне холодном вообще автофлуоресценции наведенной лишней приобретенной от фиксации не будет но понятно что качество фиксации будет очень посредственное можно взять для вашего препарата который теперь флуоресцирует в желто-зеленой части спектра просто метку флуорохром с другим спектром который будет светиться например в ближней инфракрасной области где ваш препарат сам по себе автофлуоресценции не будет обладать в некоторых случаях можно убрать эту автофлуоресценцию при помощи яркой лампы либо ультрафиолетовой либо лампы как сейчас растительное есть синий с красным но опять же не всегда тем не менее для подавления автофлуоресценции можно использовать в некоторых случаях можно использовать какой-либо химический восстановитель. Чаще всего это раствор борогидрата натрия, очень сильно восстанавливающий агент, который просто эти альдегидные группы преобразует в группы, которые уже не будут обладать в дальнейшем флюоресценцией. Ну и если уже ничего не помогло и не можете изменить фиксацию, можно использовать различную ведьмину кухню. Использовать вещества, которые поглощают в данном части спектром персудан черный, соли тяжелых металлов, которые будут подавлять просто флюоресценцию, но в том числе флюоресценцию от вашей метки, конечно же. Ну и разные другие редко применяемые способы. Пример автофлюоресценции. Панцири многих секомых и некоторых других животных из других классов, как в данном случае для скорпиона, будут обладать хорошей очень флюоресценцией при облучении ультрафиолетовым светом. Если кто-то на юге отдыхал, может быть видели, когда служители отелей ходят за чем-то ночью около забора с флюоресцентной лампой ультрафиолетовой, что-то там собирают. Собирают они вот этих замечательных зверей, потому что они очень хорошо видны. Если мы посмотрим пластиды, то есть хлорофилл, в листе растения, предположим, мох, как видите, прекрасно будут видны, в красном свете будут светиться, если будем, например, синим возбуждать. Если возьмем обыкновенный лист бумаги и положим под ультрафиолет. Ну и понятно, что в интернете вы можете найти для совершенно разных тканей вот такие таблички. Я взял для растительных тканей, так как они наиболее красивые. И здесь длинный волн испускания для разных типов химических агентов, присутствующих, ну основном вторичные, конечно, метаболиты здесь, в некоторых случаях хлорофилл и так далее, при облучении тоже разными длинными волн. Как видите, весь спектр может быть занят. Плохо ли это или хорошо? С одной стороны, плохо, нам нужно теперь метки подбирать подходящие, с другой стороны, хорошо. В некоторых случаях мы можем смотреть наши объекты без дополнительной окраски. Ну и теперь, поговорив о достоинствах и недостатках, давайте рассмотрим более подробно 3-4 классических флуорохрома, использовавшихся, вернее, широко в афлюзиатной микроскопии. И первый тип флуорохромов, которые будут возбуждаться, например, в ультрафиолете и светиться, предположим, в синем свете. Это дапи. Молекула дапи выглядит вот таким образом. Диамена фенилендол интересен тем, что это так называемый интеркалирующий краситель. То есть, он может располагаться за счет гидрофобно-гидрофильных взаимодействий в бороздке двунетевой ДНК. При этом, что интересно с дапи. После того, как он разместился в таком кармане, и у него нет возможности активно двигаться, он резко увеличивает свою флуоресценцию. То есть, где-то в 40 раз его флуоресценция, которая могла бы быть в растворе, возрастает после того, как он оказывается вот таким образом размещен в бороздке двунетевой ДНК. Чем интересен еще дапи? Он проникает в живые клетки. То есть, вы можете покрасить ваши клетки, что живые, что мертвые, раствором дапи. Там, где есть двунетевая ДНК, где произойдет интеркаляция, его флуоресценция резко возрастет. Его будет очень хорошо после этого видно. Но и сразу же нужно сказать об одной вещи. Дапи в растворе тоже будет флуоресцировать, но только однократно. Поэтому для ленивых существует очень много сред для заключения препаратов, которые дапи добавлены. Но что это будет означать? Это будет означать, что у вас везде дапи будет светиться. И только в тех местах, где есть ДНК, он будет светиться ярче. Вообще никогда не будет черного фона. Поэтому не ленитесь, если будете использовать дапи для окраски, его нужно отмывать. То есть, вы, например, с фиксированным препарат в водном растворе дапи, его там минут 40 красите. После этого несколькими сменами буфера его отмываете и заключаете в обычный глицерин уже без дапи. Тогда у вас получится действительно красивый черный препарат, где будет синий дапи оставаться только вот в этих местах, где он смог интерколировать. Понятно, что любое вещество, взаимодействующее с ДНК, это возможный канцероген. Поэтому, конечно, при работе с дапи нужно соблюдать определенные меры предосторожности. Спектр его представлен вот здесь. Вот он в ультрафиолете с синим возбуждается. Вот он у нас с вами красиво очень испускает. Извините, не в синим. Вот его спектр. Я чуть-чуть напутал. Вот его спектр возбуждения для дапи. Вот его спектр спускания. Еще один краситель, который тоже позволяет вам увидеть нуклиновые кислоты. Пропидиодистый. Но посмотрите, эта молекула уже заряжена. И она тоже может взаимодействовать с двунетевой ДНК, окрашивать клетки. Более того, спектр у нее, посмотрите, другой. Спектр распускания у нее лежит уже в красной области. Но у меня вопрос. Такая заряженная молекула через живую клетку, через мембрану, на которой есть мембранный потенциал, может пройти, если нету никаких специфических транспортировщиков для такой молекулы? Не может. А теперь давайте сделаем следующее. Предположим, у нас есть культура клеток. Мы поставили некий цитотоксический тест. И хотим посмотреть, сколько клеток у нас живых, сколько клеток у нас мертвых. Мы с вами взяли два раствора. Раствор пропидия йодистого, раствор дапи. Смешали их, покрасили наши клетки, прижизненные еще. Понятно, что в маленькой концентрации они клетки сразу не убьют. Промыли. И теперь положили под микроскоп. Возбуждаем в ультрафиолете на кубике, который позволяет нам смотреть вот от этой длины волны и дальше. Что мы с вами увидим? Ядра каких клеток у нас будут окрашены только дапи, а ядра каких клеток у нас будут окрашены и дапи, и пропидием йодистом. Теперь вы можете посчитать общее количество клеток, посчитав все ядра по дапи, и посчитать, какое количество из них мертвое, посчитав, сколько из них имеет в себе еще красную краску. Согласитесь, очень такой простой и элегантный цитотоксический тест. Единственное, что он будет работать только при неповрежденных мембранах. То есть у вас клетки на момент окраски живые должны иметь целую мембрану, не должны быть никаких пор в них. Согласитесь, очень просто. Всего лишь две краски, всего лишь колесцентный микроскоп вот с таким светофильтром, с таким кубиком вернее, и вы получили возможность делить клетки на живые и мертвые. Следующий краситель. Пока мы говорили о красителе, который сам по себе имеет сродство к каким-то частям клетки. У нас был дапи, у нас был пропидиоидистый, который с нуклеиновыми кислотами имел очень хорошее сродство. Флюоресциин. Краситель классический, но он не имеет сродства никаким тканям в нашем организме. Поэтому если мы его просто выльем на культуру клеток, у нас будет фоновое диффузное окрашивание. Обратите сразу внимание на структуру молекулы. Как мы и говорили, у нас должно быть в данном случае аж целых два таких кольца, и у нас есть гетероцикл. Поэтому в принципе все условия для того, чтобы он мог работать как флюоресцентное вещество, соблюдены. Но кроме самого флюоресцина, мы навешиваем на него вот такую вот группу. Изотеоцианатная группа. Кто занимается растениями или кто занимается биохимией, наверняка знает, что вот это вот содержащееся в луке, вернее образующееся после того, как вы разрушите его клетки, вещество, которое приводит к нашему обильному слезосечению, позволяет нам сделать интересную вещь. Если что-то к этой изотеоцианатной группе у нас прицеплено, и у нас есть NH2 группа, например, пускай у нас будет лизин на наших белках, то за счет реакции взаимодействия изотеоцианата мы можем получить с вами вот такую в итоге молекулу, где наш радикал ковалентно связан теперь с нашей NH2 группой. То есть если у нас есть какой-то белок, в которых есть лизиновые остатки, то смешав его с вот таким изотеоцианатом, за счет наличия вот этой группы он у нас пришьется к этому белку ковалентно. И теперь мы можем использовать этот меченый уже флорохромом белок. Хотите антитела, хотите какой-то фермент, все, что вам захочется, использовать для того, чтобы пометить что-то внутри клетки. Таким образом, изотеоцианатная группа нам будет встречаться на нескольких флорохромах, и ее можно использовать для того, чтобы можно было пришить флорохром к белку. Но нас сейчас интересует сам по себе флюоресцин. Возбуждается он лучше всего 495-496 нанометров где-то. Испускает он где-то 519 нанометров, но это зависит от PH. Имеет очень хороший квантовый выход. Посмотрите, половину из двух фотонов, которые клеток поглотил, мы получаем один фотон испущенный. Коэффициент поглощения тоже весьма приличный. 70 000 моль в минус 1 см в минус 1. То есть в принципе, как флорохром, он неплох. Есть минусы. Очень быстро выцветает и зависит от PH. Если вы будете использовать флюоресцин именно, а не алексу-488 или какой-то другой флорохром, он работает только в щелочной среде. То есть вам нужно, чтобы у вас было как минимум PH равен или меньше, или больше, чем 8. Равен или больше 8. То есть если вы такой препарат заключите, например, в буфер с PH равен 6, вы его просто не будете видеть. С одной стороны минус, с другой стороны, как вы думаете, можем ли мы использовать такой флорохром в качестве, скажем так, некого физиологического мечения, для того, чтобы посмотреть PH в каких-то определенных частях клетки. Например, вы помните, лизосомы у нас не сразу закисляются. Если мы заставим клетку съесть, например, какой-нибудь декстран, какой-нибудь сахар, помеченный флюоресцином. При закислении вот этих лизосом мы будем с вами что видеть? Будем видеть то, что у нас будет падать яркость этого флюоресциина. Конечно, это не количество, но как качественная реакция в принципе использовать сам можно. И многие флорохромы могут иметь зависимость от PH. Через лекцию мы с вами будем говорить о флорохромах, которые позволяют вам количественно оценить некоторые показатели. Такие как PH, такие как количество кальция и некоторые другие. То есть, в принципе, зависимость от каких-то внешних факторов не всегда плохо. Но на данный момент я, конечно, не рекомендую уже использовать флюоресцин, а рекомендую использовать Алексу-488 как аналог, не зависящий от PH, не так сильно зависящий, гораздо более яркий, гораздо менее фотовыцветаемый. Ну и последний тип флорохромов давайте мы с вами возьмем. Это производные родамина. Их много. Исходный тетраметилордамин. Дальше изотиационат его 30. Техасский красный. И список можно продолжать. Структура у флорохрома очень похожа на уже видимые нами до этого флюоресцин. У нас опять с вами автоматическое кольцо. У нас с вами опять гетероцикл. Но молекула больше. Видите, сколько всего к ней теперь прицеплено. И поэтому ее спектр испускания и поглощения смещается в красную сторону. И мы в принципе можем подобрать несколько флорохромов, которые даже здесь будут практически не перекрываться по своим спектрам испускания и поглощения. Как минимум два, которые будут возбуждаться где-нибудь, например, как здесь в желтом, светиться в оранжевом. Возбуждаться в оранжевом, а светиться в красном. У всех у них не очень высокий квантовый выход. Конечно, техасский красный мне понравился, потому что у него квантовый выход побольше несколько. Но достаточно хорошее поглощение. Опять же, сейчас рекомендую пользоваться современным флорохромом больше по возможности. 568-я Алекса, например, хороший флорохром. 555-я, она слабенькая, но в принципе тоже ничего. И так далее. Какие вопросы могут быть по данной части лекций? Ну, во-первых, о свойствах флорохрома. О том, является ли его свет, его испускание направленным или нет в растворе. Является ли его спектр линейным или нет, и почему он не линейный. Является ли, есть ли зависимость от длины волны возбуждающего света для спектра и для яркости. Каких характеристик будет яркость зависеть? Например, опять же, вопрос, который мы с вами уже обсуждали. Про числовую апертуру объектива, про то, что апертурная диафрагма осветителя в эпифлюэсцентном микроскопе только в нем не будет влиять на разрешение. Про лампы будут вопросы различные. Про выбор кубиков. Мы с вами говорили, что пока у нас есть два типа кубиков, которые пропускают весь свет с длиной волны больше, чем частота средств дихороичного зеркала, которые вырезают из него какую-то полосу. То есть это кубики условно, которые мы можем разделить на селективные и не селективные. И здесь понятно, если у нас, например, есть автофлюорисценция и наш флуорохром, они далеко друг от друга разделены, можем просто взять фильтр с барьерным полосовым светофильтром, то есть тот, который мы называем селективным, чтобы максимально избавиться от этой автофлюорисценции. К сожалению, не всегда так в реальной жизни. В вопросах, конечно, это так. Вопросы, от чего будет зависеть настройка микроскопа. Понятно, что в случае флюорисцентного микроскопа, так как мы освещаем с вами сверху образец, то все, что находится ниже препарата, нас не очень волнует. Нам не обязательно как-то настраивать конденсор. Одно замечание относительно конденсора, которое нужно упомянуть, это то, что передняя линза конденсора, если она близко к препарату, и у вас здесь что-то светится, может отражать свет от вашего препарата, давая фоновую засветку. Поэтому обычно, когда вы переходите в режим работы уже флюорисцентный, вы конденсор отодвигаете вниз, либо откидываете в сторону верхнюю линзу, либо здесь какая-то шторка ставится, много разных есть приспособлений, но на автоматических микроскопах это вообще от вас не зависит происходит автоматически. Если же вы работаете с таким конденсором, который близко подведен к препарату, вы можете его просто вниз отодвинуть, и за счет этого отражения от передней линзы конденсора у вас уже не будет. Но в основном, конечно же, все, что находится ниже препарата, не страшно. В некоторых случаях вы можете рассматривать клетки, которые растут на вообще непрозрачном субстрате. Так вы освещаете их сверху, и сверху уже наблюдаете. Будут вопросы на автофлюоресценцию, скорость выцветания, триплетный режим, вроде такого вопроса. Здесь понятно, что скорость выцветания зависеть будет совершенно от всего. От возбуждающего света, от температуры, от среды, от флуорохрома. Будут вопросы на то, автофлюоресценцию каких веществ вы можете наблюдать при каких-то определенных препаратах. Не стоит запоминать все, ну хотя бы два-три наиболее выраженных. Например, если у нас лист растения высшего, тут понятно, целлюлоза у нас есть, прекрасно. Хлорофил у нас есть, прекрасно. Какие-нибудь флавоноиды, если вспомните, вот вы три вспомнили вещества, которые автофлюоресцируют. Галочка есть, вопрос отвечен. Ну и вопросы на использование тех флуорохромов, которые мы уже рассмотрели, как пример использования дапи и йодистого пропидия, чтобы можно было разделить в культуре клетки на живые и мертвые. А сегодняшнюю лекцию мы тогда с вами завершаем. Спасибо за внимание. До свидания.